Проект реконструкции старинного здания почти готов. Как только его утвердят сотрудники региональной службы охраны объектов исторического наследия, можно будет начать работы. Реконструкция, по подсчётам владельца дома, обойдётся недёшево – в 7-8 миллионов рублей. По закону восстанавливать исторические объекты могут только фирмы со специальной лицензией, а у них расценки выше, чем у остальных подрядчиков. Дом находится под охраной, существуют различные строительные организации, которые имеют лицензию на эти работы. Пока мы не нашли с ними общий язык, не знаю, откуда такие цены, откуда они берут такие расценки. Всё на порядок дороже. Владельцем дома на углу улиц Комсомольская и Тельмана в Черняховске Сергей Шалаев стал в конце прошлого года. Он живёт в доме по соседству и много лет наблюдает, как красивое здание с мансардой, построенное больше ста лет назад, приходит в аварийное состояние. Жильцы старых коммуналок, расположенных в доме, постепенно разъехались. Когда уехала последняя семья, администрация города выставила дом на аукцион. И Сергей купил его за 400 тысяч рублей. Бюджет ограничен, вы сами понимаете, поэтому просто было жалко, а денег нет. И вообще это удивительно, что человек за свои собственные средства, вот эту головную боль, которая была у предыдущих администрации, у нашей администрации, приведёт наконец-то в порядок. Рады и жители соседних домов. Много лет, пока здание было в запустении, в нём ночевали бездомные, а вандалы понемногу выносили оттуда крепкую немецкую плитку, куски лепнины и даже двери. Бомжи, вечный мусор, вечно горело у нас, пожарные приезжали. Реконструировать здание его новый владелец намерен аккуратно и не торопясь. Строителей обяжут по возможности сохранить старинные элементы – лепнину, кафель, оконную мозаику, деревянные рамы, элементы крыши. На все работы уйдёт два, а то и три года. В обновлённом доме Сергей планирует открыть культурный центр для молодёжи с творческими мастерскими, театральной и вокальной студиями и репетиционными залами для музыкантов. А потом бизнесмен хочет отреставрировать фасады всех исторических зданий на Комсомольской, чтобы улица стала похожа на уголок европейского города.